Здравствуйте, уважаемые телезрители! В поисках истины мы обращаемся к казахскому АДАТу. И у нас в гостях Уразбаева Гульмайдан Аманжуловна, кандидат исторических наук, доцент казахстанско-немецкого университета. Итак, казахское обычное право АДАТ. Для многих это нечто из области фантастики или из очень древней глубины истории. Тем более, что академик Зиманов, например, подчеркивал, что казахское обычное право — это неписанное право. — Ну, раз вы затронули как раз деятельность Салак Зиманова, хочу отметить, что благодаря его поддержке и под его руководством как раз и была сделана попытка вот эти даже устные неписанные это собрать в единое, как в древний мир право казахов. К сожалению, у нас на самом деле нет письменного документа, который мы могли бы взять и сказать, да, это вот точно законы Таукьяхана или законы Касамхана, там, Касамхана и так далее. Однако источниками при изучении казахского обычного права мы обычно делаем упор на три составляющие. Это действительно изустная традиция. Те самые пословицы, те самые поговорки, те самые какие-то, может быть, изречения, которые дошли и до наших дней, да. Второй момент для нас является очень важным источником, правда их нужно будет, была проведена большая работа по их верификации — это записи российских исследователей, которые начали свою работу, деятельность уже в начале 18 века, да, и продолжили до начала 20 века. И вот где-то отдельные фрагменты, где-то достаточно хорошее полномасштабное изучение. Они ездили по степи, когда собирали всё-всё. Но конец 19 века уже чуть-чуть получше с письменными источниками, потому что в качестве источников у нас в Центральном Госархиве есть документы — это так называемые ИРИЖИ, это малые кодексы обычного, так сказать, прав, бийского суда. Поэтому вот три те категории, на которых мы можем опереться и которые мы можем как бы считать как источником. И даже вот изустная традиция, о которых мы говорим, да, к нам дошла благодаря как раз с сбором сведений или каким-то отдельным записям, которые были сделаны ещё вот в начале 18 века. Та же исследования Паласа, Георгия, так сказать, Рычкова, да, Фалька, в котором, может быть, они оставили всего одно предложение, да, но это предложение как раз показывает о том, что из себя оно представляло. Ну вот одно из таких предложений о том, что киргизы не имеют ни права, ни суда, ни к разбиранию народных, так сказать, тяжб. У них есть какое-то странное, как они считали, так сказать, их предками утверждённое, как бы, процесс, когда они собираются, так сказать, всё это обсуждают и потом решают, что в данной ситуации как бы поступить. И с другой стороны, ещё на это при верификации мы должны учитывать, что многие не знали языка, например, там, культуры, традиции. Это, конечно, тоже накладывало отпечаток, потому что даже в предоставлении это же не просто было, например, он записал, от био получил какое-то там, как это проходит, да, и также передал. Он же в любом случае свою какую-то интерпретацию, какое-то своё пояснение давал. И в этих некоторых моментах они как бы не позволяли нам в полном объёме как бы увидеть вообще же на самом деле, что оно из себя представляло, да. Но вы упомянули о путешественниках. Я просто напомню, что в Европе, допустим, в современном мире, в западном мире существует континентальное право и прецедентное право. Они сильно отличаются друг от друга. К какому виду права относятся АДАТ? Можем мы об этом говорить? Или это совсем другая ситуация? Вот, как вы говорите, собирает скопища людей, начинает спорить друг с другом, кто кого перекричит, тот и прав, да? Нет, я бы не стала так утрировать по поводу... Ну, я утрирую, конечно, записки путешественников. По поводу такого отношения, считаю, что всё-таки это прецедентное право было. Почему? Потому что вплоть до выборности Биев, эта выборность началась где-то в середине XIX века, но вплоть до выборности Биев мог стать только действительно очень уважаемый авторитетный человек, да. Соответственно, если он уважаемый авторитет, авторитет уважения он достигал за счёт как раз умелого, очень искусственного разрешения степных споров и конфликтов. Мы же понимаем, что споры и конфликты в то время носили очень такой ожесточённый характер. Это и маршруты кочевания где-то они столкнулись, да. Это и кража, которая, в принципе, была достаточно очень хорошо развита, да. Это и нападение на какие-то аулы, это междоусобные, межплеменные столкновения. Почему мы говорим прецедентное право? Потому что, понятно, мы, как говорил, так сказать, академик Зиманов, что это не писанное, но из уст-вуста передавались наиболее успешные или в тот период времени наиболее эффективные решения, которые могли быть руководством действия в такой же ситуации уже для другого региона или для другого, так сказать, уезда, аула и так далее. Поэтому вот из... Ну, я не думаю, что это прямо было зафиксировано. Вот теперь мы будем придерживаться вот этого прецедента, который, так сказать, был очень успешный. Опять же, из устной традиции, которую как раз передавала. И здесь они могли взять как кальку и применить в той ситуации, которая у них происходила. Поэтому я все-таки склоняюсь, что вообще степное право, это не только к казахскому обычному праву относится, и к другим. Оно все-таки носило больше как бы прецедентный характер. Ну, условно говоря, Би 19 века мог сказать, вот в свое время, да, много лет назад, то ли Би по такому же поводу принял такое-то решение. Я, исходя из этого, принимаю аналогичное. Все, и никто не спорил с этим. Вот каким образом люди становились Биами? Ведь тогда не было, допустим, юридического факультета Золотой Орды или Казахского ханства. Человек вдруг становится Бием. Как это происходит? По меткому выражению Ирины Ерофеевой, Би, черная, ой, как бы элита черной кости, да, на самом деле это была как бы элита, да, будем так говорить. И этой элитой стать тоже было непросто. Это надо было, чтобы ты заслужил авторитет, проживая как бы в этом ауле там какое-то время, да. И если даже ты пока еще Бием не считался, но у тебя очень хорошо, успешно получалось как бы разрешить те или иные, так сказать, споры и конфликты, если это, в принципе, получалось, и это давало возможность не доводить уже конфликт и дальше экскалировать его, да, то принималось как бы решение, что Бием вот на основании вот тех дел, на основании того, что было, так сказать, сделано, можно как раз теперь уже указать именно этого человека. Поэтому Бием это было достаточно очень почетное. Он потом, в последующее время, мы видим в законах Толки-хана, есть упоминание о Биевых, да, то есть за то, что он какую-то свою работу проводит, какая-то определенная оплата его деятельности тоже, она включается. Второй момент, даже в пословице визуственной традиции есть очень строго порицания за то, что ты смог оскорбить Бием, да, там, например, как бы... Это невыборное такая вот, как бы, действительно избрание за счет своего авторитета, за счет вот этого безукоризненной такой вот, как бы, разбирательства тех или иных дел, которые проходили, да. И поэтому, наверное, вот эта изустная традиция сохранила трех наших и великих Биев, и деятельность, и других, которые потом вот за счет вот своей деятельности передавались из уст в уста, вот как раз, так сказать, то, что мы с вами видим. Человек мог начать с того, что улаживал споры в своем ауле, да, вот две семьи поругались, он их уложил, потом приходят люди из другого аула, все это нравится окружающим, все довольны его деятельностью, и потом говорят, а вот, бездогнал, да, вибор, да, и он с этим соглашается окружающий, и в один момент все вдруг решают, что это Би, да, так? Да, да, да. И он тоже говорит, я теперь Би, и в соответствии с законами Тауке могу брать, допустим, после решения, допустим, имущественного спора 10% там или еще что-то, и я лицо неприкосновенно, и с этим все соглашаются, да? Как вот свидетельствуют потом исследователи, которые занимались по изучению Биевского суда, авторитет Биевского суда и в последующее время он начал падать, когда было введено выборность. Но я не буду, по административным реформам было достаточно много, сказано на предыдущих передачах, да? Могу сказать, вот как только началось вот это вот участие в выборах этого, так сказать, началось вот это подкуп или какие-то там взятки и так далее, к сожалению, вот этот авторитет, он начал падать. А вот в первой половине 19 века, когда началась попытка внедрения совместно уже там российского судопроизводства, для российской администрации очень важен был момент, вот как можно вот авторитет Биевского суда, потому что даже, опять же, как источник упоминается, что даже те или иные поселенцы, которые находились близ границ с Казахскими аулами, да, по разрешению каких-то спорных моментов, которые возникали у них с этими аулами, они говорили, лучше не к нашему суду идти, там как бы, а лучше в суду Биев, потому что именно Биев поможет быстро рассудить и сделать так, чтобы вот это вот столкновение или дальнейшее недопонимание, как мы можем сказать, до этого периода времени, оно было как бы разрешено. То есть это говорило о том, что все-таки их умение вот это вот выслушивать стороны, он был очень быстрый суд, он был гласным суд такой, да, в принципе. Почему быстрый? Потому что нельзя было долгое время, вот чтобы этот конфликт, он оставался, потому что надо было его очень быстренько прекратить, потому что время же быстро происходит, смена, да, тут начнется как бы переход, там, зимовки на литовку, там, еще что-то. Если между племенами или между аулами есть какие-то непонятные какие-то моменты, это может очень сильно сказаться на их безопасности во время перекочевок. Поэтому нужно было эту стабильность сохранить, нужно было этот вопрос быстренько снять с повестки дня. Это так называемый как бы спорный момент, который мешал для дальнейшего такого развития. Поэтому это был очень скорый суд, это был быстрый, они могли привлечь свидетелей, они могли дать присягу, очистительную и доказательную присягу, да, как вот в этом плане. При этом обратите внимание, почему иногда наши современные исследователи пытаются применить его к нашему времени, да, называют его одним из проявлений там института медиации, называют его как одним из видов примирительных. Я все-таки к этому отношусь очень осторожно, потому что считаю, что Бейт больше всего выступал как арбитр. Он выслушал одну сторону, выслушал вторую сторону, чья версия ему казалась более убедительной в тот момент. Но при этом он делал таким образом, как бы, чтобы это потом не привело и к дальнейшему разгоранию вражды. И вот здесь уже подходил его авторитет. То есть если, например, вот, ну возьмем такое, да, ты выиграл, а ты проиграл, да, то проигравшему, конечно, захочется апелляцию получить там или касацию, как у нас это принято. А здесь очень важно было, чтобы даже если он рассудил, и кто-то получил там, например, меньше или какое-то там это сделали, надо было, чтобы это не привело опять к новому столкновению. То есть вот этот вот так называемый, как бы, диалог, налаживание вот этого контакта, наверное, все-таки можно, как бы, но то, что он не как медиатор, медиатор все-таки дает сторонам, чтобы они сами эту ситуацию разрешили, а то, что он сам решение-то выносит, это все-таки не подходит больше, как бы, к этим медиативным таким процедурам. Но арбитрам же... Да, и время другое. Да, и время другое. Арбитрам же надо быть, на самом деле, нужно было быть и авторитетным, потому что он же тоже должен... Почему я про президента как раз и говорила, да? Иногда тому же Биун не хватало, вот, хотя там говорили, авторитет, жизненный опыт, квалификация. Но он не мог быть таким продвинутым экспертом во всех делах, да? Мог, например, он хорошо знать по вопросам там, кочевания, там, кочевкам, там, или как там, если спор возник. Но он не мог там быть, например, там, прямо крутым, будем говорить, экспертам других вопросов, которые, может быть, к его сфере компетенции не относились. И вот, если это не относилось к его сфере компетенции, здесь как раз хорошо помогали те прецеденты, те или иные очень интересные кейсы, да, ситуации, которые, в принципе, могли бы быть взяты за основу. И могли быть... Ну, вот тогда другой вопрос. Вот появляется Би, да? Ну, вот он обрел авторитет, и все. Ну, допустим, в Каркаролинском уезде. Должны ли в обязательном порядке все жители этого уезда обращаться именно к этому Биу? Или могут поехать в другую область, найти другого Биа, да? Ну, на практике, на самом деле, происходило то, что, в принципе, они могли обращаться к любому, да? И даже происходила какая ситуация? Ну, как свидетельство, опять же, источники, что в случае, если они были не удовлетворены обращением, например, к первичной инстанции, да, к Бийскому суду, ну, в последующее время, это уже вторая половина 19-го века, мы видим уже возможность обращения к волосному Биу, да, да, так сказать, или был потом чрезвычайный съезд Биев, то есть это уже более как наш Верховный суд, будем так говорить, да? Да, суд более высший. Да, да, суд более высший вот такой вот. Поэтому все-таки была возможность и обратиться и к другому, потому что суть была, чтобы спор разрешить. Если действительно этот Би не мог, ну, мы же понимаем, что он не мог на самом деле, здесь и человеческий фактор накладывался. То есть две стороны могли выбрать своего Биа, может быть, даже в другом жузе, в другой области, ну, более известного было. Или Би мог отказаться, сказать, я не могу решить этот спор. Би мог отказаться, могли они сами выбрать. Поэтому вот это вот как раз и давало возможность говорить как бы о преимуществе этого Бийского суда перед даже российским судопроизводством. Там же нельзя выбирать никого. Вот у нас сейчас происходит, ну, условно говоря, совещание в Министерстве юстиции, по которым даются там различные указания, прецеденты, рассказываются о деятельности, обмена информацией. Собирались ли Бии? Что они делали? Уже в законах Таукихана мы видим понятие как совет Бии. Ну, то есть о том, что говорилось как бы о коллегиальности, так сказать, Бийского суда и о том, чтобы по самым таким важным вопросам, что это не один Бий, это как бы коллегиальное такое обсуждение, коллегиальное принятие решения. Особенно по вопросам достаточно сложным, в котором как раз задействованы, может быть, типы. Да, то есть были дела, которые обсуждала коллегия Биев. Ну, вот говоря современным языком, несколько Бий. Было бы, да. И коллегия могла выносить определенное решение и давать указания. А вот если суд Биев не устраивал решение, они вот иногда пишут, что они обращались к хану. Хан мог принять другое решение или нет? В принципе, вот здесь вот то, что порядок по кому они могли обратиться, как раз тоже было направлено на то, что спор должен быть решен. И действительно, если, например, не мог это разрешить Бийский суд, была возможность обратиться как бы и более выше, да, это не обязательно, это можно было, так сказать, не только хану, но и как бы к знати, которые могли этот вопрос поднять. И вопросы как бы обращения к ханскому, так называемому, суду, это касалось уже достаточно... То есть к мелочи, к нему, конечно, никто не обращался к такому суду. Это касались вопросы, которые были задеты интересы, может быть, каких-то нескольких там межплеменных групп или родов. То есть вопросы, которые касались достаточно очень спорного вопроса, да. То есть это были действительно из ряда вон выходящие ситуации, которые мог решить только... И здесь хан мог как бы основываться, опять же, только своим таким волевым указом. В плане здесь больше он не выступал, я так думаю, как арбитр, у него не было времени выслушивать каждую сторону, да. Здесь это больше уже действовало как ханским указом. То есть как он что решил, как бы этот... И на этом точку надо и все поставить. То есть здесь как раз нужно было принимать это беспрекословно. То есть решение окончательное, обжалование подлежит, и его необходимо выполнять. Но есть еще один момент, он связан с тем, что происходит определенное изменение все-таки эволюции правовой системы. Она связана с тем, что воздействует, на мой взгляд, две большие силы. Это, во-первых, Казахстан становится колонией. Сюда внедряется уже российское право. Хотя Чукан Валиханов говорил, что не надо этого делать, потому что АДАТ, он более эффективный для кочевников, ну и так далее. Это отмечали очень многие исследователи. Вот насколько сильно повлияла колониальная администрация на АДАТ? Надо было понять, да, что вообще происходит с правом в Казахстане. И вот в рамках этого как раз были сделаны все экспедиции направлены на то, чтобы, начиная с первой половины как раз XVIII века, они продолжались в течение почти всего XIX века, да, они как раз были направлены на то, чтобы собрать вначале, что работает, как она работает. Если какая-то, так сказать, возможность что-то новое внедрить, если это новое внедрить, внедрить, так сказать, как это будет встречено с местным населением, не придет ли оно к столкновениям или к, ну, как бы, непринятию, да. Вот та же, так сказать, экспедиция, вот Андре, которая была сделана, потом экспедиция того же Осмоловского, вот записи их как раз сборы до сих пор хранятся в архиве, да, и то, что мы видим в начале, там, сборник, который был составлен самоквасом, как раз задачей было хотя бы подобие свода, что ли создать, не создать, прошу прощения, а собрать, как бы, отдельные такие фрагменты, постараться сделать в единое целое, посмотреть, как эти законы работают и как они легко, можно ли от них легко отказаться, чтобы потом внедрить вот уже российское судопроизводство. Данный такой момент начался уже в первой половине XIX века, но он шел с трудом. И вот правильно вы отметили, что Чухан Валиханов почему и выступал против. Это внедрение ведется без учета традиционных, так сказать, взглядов того хозяйственного культурного типа, который был, да, и просто-напросто местное население не будет обращаться к судам Российской империи. Так оно и происходило, во-первых, ну, как бы, это, да, пока вот они выборность не вели и не произошло такое, как бы, сопровождение, как подкуп взятки и все остальное, да, самих же. Во-первых, это незнание, вот это вот сложная вот эта канцелярия, вот это введение всей этой документации, потом непонятный сам процесс, да, как он происходит. Само Бийский суд, он сохраняет свое распространение или свое такое, как бы, ну, будем говорить в кавычках, власть, да. Еще даже вот в конце 19 века мы видим, мы даже по этим, и реже, которые хранятся, о том, по каким решениям они привыносили. Поэтому я думаю, что здесь вот внедрение попытков и перевести их уже на то, чтобы, как кочевое общество судилось уже по этим законам, оно, конечно, было на таким неправильном шагу. Ну, вот еще один вопрос, который, вот, ну, мне кажется, не до конца все-таки еще понят, это различие между адатом и шариатом. Есть нормы шариата, которые противоречат обычному праву казахов, да, или, ну, степному образу жизни. Это, допустим, там, то же самое закрывание женщины и другие вопросы. Вот как решался этот вопрос? По внедрению шариата вообще интересный момент. Хотя некие упоминания якобы даже находят в законах Талкихана, но там сразу же пишут о том, что они не имели места, они имели распространение, поэтому принимать о том, что это действительно работало, говорить пока еще рано. Я бы, наверное, о том, что какое-то влияние шариата и о том, что она оказывает и как-то идет даже, может быть, где-то параллельно, а может, где-то дополняет адат, я могла бы сказать, это, наверное, вторая половина XIX века, и то в южных регионах, где особенно они тесно соприкасаются, ну, вот, так сказать, юг Казахстана, да. Мы там видим упоминания, вот, право СИГУ, это казийский документ, да, по которому как раз подчеркивалось там право собственности на землю, то есть при этом решении вопроса, так сказать, касательной земли. Ну, мы видим некие упоминания там на какие-то такие документы, которые как бы по законам шариата должны быть применены, так сказать, и так далее. Все-таки я сторонник того, что шариат как таковой, он не получил распространения, так сказать, на всей территории Казахстана. Это было как дополнение, и только в южных регионах, ну, может быть, со мной многие не согласятся, как бы это, и только, наверное, по второй половине, так сказать, XIX века. Потому что мы не видим вот прямо такого яркого проявления вот этих шариатских судов, таких ярких проявлений каких-то того, что он прямо был на самом деле одним из таких вершителей, как бы разрешителей тех иных дел. Ну, вот мы рассмотрели, какие судебные решения выносились. Ну, допустим, там существует кун, да? Что это такое, каким образом он вносится? Вот самое страшное наказание, смертная казнь, да? Вот мы говорили в одной из передач, Чингисхан, то есть за что принимал смертную казнь, да? За любые проступки в большинстве случаев. А здесь как? Хотя смертная казнь, как вид наказания, она как бы присутствует, да? Но на практике большей части все-таки была возможность... Почему мы говорим про так называемый компромиссный согласительный характер, да? Все-таки при решении они склонялись к выплате определенной компенсации. То есть носило именно больше как... Не зуб за зуб, да? Да, как это, да? А больше это носило как бы компенсации в того, что если ты совершил преступление, то у тебя есть возможность откупиться, заплатив определенный такой, так сказать, кун. Кун, он варьировался от 200 до 1000 лошадей, но, понятно, в разных регионах, по разным ситуациям были самые разные, как бы, так сказать, количество лошадей или там ТОС, как мы говорим, да? Трижды девять, да? Которые это все это было. Это все-таки зависело от того сложности дела. Там еще что-то. Я считаю, что для того периода времени даже несмертная казнь, наверное, была самым страшным видом наказания. Самым страшным все-таки это было изгнание из рода. Одна из так называемых норм обычного права, в котором говорилось, что сородичи, если там заплатили за него, за его преступление, один раз кун, там, второй раз, да? И третий раз, как бы, если этот рецидив повторяется, могут отказаться от него. И даже могут не претендовать на кун, если его убьют. Ну, то есть это что говорило, да? Что фактически он становился вне рода. Он, во-первых, не мог рассчитывать на так называемую коллективную ответственность, что в случае какого-то преступления он сможет это все-то разделить. С другой стороны, и никто, как бы, смог его спокойно и убить, и за это никому никакого, так сказать, наказания, так сказать, не было. А как происходил этот процесс? Ну, вот, допустим, на Кавказе в этом случае собиралось село, выходил старейшина и говорил, вот такой-то, такой-то теперь не член нашего рода, и не член нашей общины, да? Это провозглашалось, да? И все вокруг знали, что это произошло, и за него никто не несет ответственности. И он не может рассчитывать на родоплеменные связи и так далее. То есть, как вы говорили, можно убить. А теперь как вот в казахской среде? Конечно, если, например, ну, давайте возьмем ситуацию, он там нанес увечья, да? Нанес увечья, что тот, как бы, потерял работоспособность. А нанесение увечья при потере работоспособности, это был полный кун как за убийство. Потому что человек не мог, уже как фармилец, он переставал играть какую-то определенную роль, да? И нужно было подумать, как обеспечить его семью, чтобы потом не возникало никаких сложностей. Ну, вот первый раз за него, как бы, заплатили. Все нормально, да? Как бы разрушили так. Второй раз опять совершается такого. Теперь он там просто тоже убивает человека, да? Второй раз. Ну, даже могли второй раз уже, как бы, отказаться, видя, что человек на путь исправления не встает. Здесь у нас адаты, как бы, оно их на Кавказе, и у нас, они, конечно, есть некоторые моменты сходные в части, вот даже, как бы, оповещения. Теперь надо было поставить перед всем аулом, что вообще произошло, да? Это оповещение, оно носило еще такой характер, как бы еще, как бы, открываем мы, ну, как бы, информацию по поводу того, что теперь мы не претендуем на кун, если вы захотите с ним поквитаться, так сказать, и свести с ним счеты, так сказать, и мы об этом как раз все цело говорим. То есть это как раз даже больше носило такой оповещательный широкий характер, чтобы даже для тех, кто у кого, там, кого-то обидел или кто-то обидчики, это, как бы, получили, как бы, информацию к действию. То есть это не единоличное решение главы рода, допустим, Бая, там, или еще кто-то, а весь род или весь аул, или коллектив аульный, они принимали такое решение. Ну, допустим, мы отказываемся от него. Он человек теперь без рода, без племен. Да, нам даже из этих источников упоминается об одном из таких, в котором даже приводится, что Боренбаев, по-моему, фамилия, что за него два раза род как бы вступился, но третий раз они от него полностью, а это, кстати, в Вереже было закреплено, от него полностью отказываются и как бы не имеют никаких неправ, и если что-то с ним это, то, ну, полностью отказываются. И я думаю, что вы здесь как правильно отметили про коллегиальность, потому что мы же понимаем, что брать на себя ответственность одному даже бию при принятии таких достаточно жестких видов наказания и не спровоцировать ответное действие, так сказать, со стороны его семьи, его родственников, его окружения, это, наверное, было очень таким правильным шагом, поэтому здесь как раз нужно было этот вопрос коллегиально, чтобы на себя он такую ответственность как бы не брал. И если даже здесь приводится, что первый раз ему там простили, заплатили, второй раз, наверное, все-таки это тоже вопрос, это же род должен был принять по поводу того, что мы согласны за тебя заплатить, а там сумма Кунджи носил тоже больше как предупреждающий, как превентивный характер, чтобы это устрашающе не сколько компенсировать даже иногда, так сказать, а тоже тот же самый, только трижды девять, а чтобы не было прецедента больше. Ну, вот, допустим, в Европе тюремное наказание, да? Ну, я не представляю казахскую тюрьму, говорили в некоторых исторических повествованиях, говорится о зинданах, когда вырываются ямы, ставится решетка, ну, это в Средней Азии, а у казахов как? Было такое наказание или нет? Или в рабство отдавать на какой-то период? По поводу рабства там, конечно, есть какие-то упоминания о том, что можно было, но по поводу зиндана могу сказать, конечно, однозначно, что такого при кочевом образе жизни как-то сложно было с собой, так сказать, черму сопровождать, да? Поэтому это очень дорого, накладно было, будем так говорить. Вообще, почему я и говорила про компромиссный согласительный характер, да? Вся суть наказания сводилась к определенному компромиссу, к определенной системе штрафов. Я думаю, что на самом деле было более таку в тот период времени, но хорошо отвечало как раз реалям того периода времени, да? Штраф пеня или там кун, как в тот период времени говорилось, да, так сказать, это как раз один из видов таких достаточно действенных наказаний, потому что нас сильно било как по имуществу. Шостка каралась именно внутри, наверное, чтобы вот все-таки стабильность, какой-то порядок был. И мне кажется, вот эта вот система, вот эта прямо продуманная система штрафов, да, которая там добавлялась, например, к лошади пленник или к верблюду, в зависимости от иерархии, какое, так сказать, значение, что это имело, там обязательно верблюд или лошадь или пленник или панцирь, да, или там или раб даже, который они могли это все передать. Это говорилось как раз свидетельство о том, чтобы все-таки компромиссом завершить. То есть мы тебе вот это представляем. Ну вот давайте представим себе ситуацию. Вот произошел суд БИИ, допустим, один урод против другого. БИИ принимает решение о том, что вы должны там, условно говоря, передать определенную часть скота потерпевшей стороне. Но эти говорят хорошо, проходит время, они говорят хорошо, хорошо, и потерпевшие ничего не получают. Практически отказ от исполнения судебного решения. Что дальше? Вот, кстати, одним из видов насильственного или принудительного исполнения субийского решения относится и баранта, ну или баранта, как у нас, как в разных источниках пишут, да, когда то, или, так сказать, село, или, так будем говорить, таул, который должен был получить вот... Потерпевшая сторона. Да, да, потерпевшая сторона, которая вот как раз ночью делала вылазку с тем, чтобы вот то, что ему положено, себе обратно как бы все это вернуть. И как источника свидетельствует, БИИ по этому моменту, если вот такое вот принудительное исполнение произошло, что на это они закрывали глаза. Я читал о том, что баранта, потерпевшая сторона пробиралась к ответчикам, иногда присутствовал и сам БИИ, они отбирали то количество скота, которое было указано на БИИ и возвращались. В этом случае все было по закону, да? А произвольная баранта, это уже... Там такой еще интересный момент. Было еще при сопровождении, это как бы казалось, что это все, да, действительно. А есть еще источники, в которых сам БИИИ не совсем был уверен в плане... Ну, мы же понимаем, что человеческий фактор тоже имел место быть, да? Что не совсем был уверен на самом деле принудительному такому исполнению. Тогда он как бы это происходило, но без его участия он просто на это закрывал глаза. И если к нему теперь приходили вот теперь уже так называемые как бы ответчики, которые должны были уже по этому вопросу, он мог развести руками, сказать, что вообще об этом как бы не в курсе, и вообще что-то произошло, что такое имело место быть, и все. Но я могу сказать один момент, да? При решении, понятно, у нас в источниках пишут очень большие там куны, да? Там пишут тысячу лошадей, там еще что-то. Я все-таки склоняюсь к мнению такому, что, наверное, при внесении такого вот штрафа они все равно исходили из финансовых возможностей того, кто будет платить. И мы же говорим про компромисс, согласительно, характер. Надо было не допустить, чтобы вот этот, так называемый, этот конфликт, который как бы Би решил, да, и вынес вот такое решение, чтобы он не привел еще к новым столкновениям. Чтобы вот этот чрезмерно высокий штраф не породил желание потом продолжить конфликт и как бы экскалировать конфликт этот и дальше. Иначе это будет война. Да. Ну, Кульмайдан Амаджоу, спасибо большое за разъяснение о казахском обычном праве. Было очень интересно. Я думаю, что мы, как говорится, намотаем на ось в современных условиях. Спасибо. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова – «Жить надевшимième». Редактор субтитров А.Кулакова –everyone